Алексей Иванович, во-первых, спасибо за интересную презентацию. Открыли много интересных деталей, и уже даже без дополнительных вопросов вам удалось развеять ряд слухов. Просто я сам не раз сталкивался с какими-то там публикациями, комментариями в интернете, где говорилось, что Белстат якобы мухлюет при подсчете цен, может там манипулировать, какие товары считать, какие не считать, в каких местах регистрировать цены, в каких не регистрировать. Ну, в общем-то, ваш рассказ эти мифы, мне кажется, развеял полностью. Тем не менее, есть все равно, я думаю, ряд вопросов. И я думаю, самый основной вопрос заключается в следующем. Почему личные ощущения человека от того, как растут цены, очень сильно расходятся с цифрами, которые публикует Белстат? Ну, тут можно как бы говорить о таком субъективном понятии, что мне кажется, по моим ощущениям, цены растут сильнее. Это даже показатель, ему попытались придать какую-то объективность. То есть Национальный банк, если не ошибаюсь, ежеквартально рассчитывает ощущаемую инфляцию. И она вот за последний год где-то стабильно раза в два превышала фактическую инфляцию. То есть пока у нас была инфляция, условно говоря, 5-6% годовых, вот эти опросы по ощущаемой инфляции, они где-то были в пределах от 10 до 12%. С чем это связано? Ну, на мой взгляд, есть несколько объективных причин, как я уже и говорил. Когда вы приходите в магазин и приобретаете товары, то больше всего вас интересует изменение цен на товары по седневному спросу. Если цены растут, допустим, на продукты питания, на молоко, на хлеб, мясо, на услуги ЖКХ, если цены растут, то для человека оно более ощутимо. И он изменяет цену для себя, определяет, исходя из каких-то конкретных покупок на конкретные виды товара. А в целом, когда мы считаем инфляцию, мы берем усредненную корзину, там присутствуют все товары, которые длительного пользования, на которые, когда человек даже может не вспомнить, какая цена на его была, когда он до этого в прошлый раз покупал его. Кроме того, здесь зависит еще сам состав домохозяйства. Если, допустим, семья из нескольких человек, там есть дети, и кто-то не работает, для них, естественно, будет ощущаться изменение цен на продукты питания. Если в семье есть машина, то, когда растут цены на бензин, для них это первоочередной вопрос. Естественно, когда вы каждый день заправляете, видите, что каждым днем все больше и больше, то вы сравниваетесь от того, на что вы будете тратить денег, потому что на другие покупки у вас остается меньше их. Затем, если, допустим, люди, у которых большие доходы, они производят какие-то накопления, для них ощущение инфляции может быть на какие-то повседневные товары не так остро видно, и они это не замечают, потому что придя в магазин, ты потратил деньги, но часть ты их куда-то отложил, и ты как бы это не заметил. Вообще в мире есть такое понятие, даже в тех странах, в которых маленькая инфляция, что всегда потребительская инфляция для каждого конкретного человека кажется намного выше. И поэтому они характеризуют этот эффект личной инфляции. Но вместе с тем этот эффект личной инфляции, либо личная инфляция каждого человека является составной частью того общего показателя, который мы считаем. Раз уж мы с вами выяснили, что у каждого человека может быть своя личная или персональная инфляция, может быть вы нам сейчас расскажете, как можно ее посчитать. И заодно, раз уж у каждого человека своя персональная инфляция, то вообще какой смысл публиковать изменения цен в среднем по стране, раз уж для каждого из нас эти цены меняются по-разному в силу разной структуры потребления? Ну, скажем так, личную персональную инфляцию в принципе рассчитать тяжеловато. Это очень сложная методология расчета индекса потребительских цен. Там происходит многоступенчная система взвешивания. Но в принципе для упрощения Белстат разработал такой калькулятор персональной инфляции, в котором, вот в раздаточном материале, мы там привели пример, по двум домохозяйствам заполнили, которые свои расходы. Введя просто свои расходы туда, вы можете сравнить с тем, той инфляцией, которая происходит официально, которую регистрирует статистика. Здесь вот, если посмотреть, тут две семьи с разными доходами, в одной ребенок ей живут с родителями, они помогают. У нее получается инфляция где-то на уровне сложилась, как и расчет Белстата. Другой человек один живет в общежитии, у нее какие-то другие свои приоритеты, она может путешествовать, покупает какие-то услуги, вещи. У нее за январь месяц личная инфляция была, ну, несколько, если по республике там было, допустим, 0,88, то у нее 1,3. То есть она была выше. Естественно, человек, наверное, ощущает, что цена как-то меняется. Вместе с тем, если уже так глубоко углубляться, в принципе, некоторые журналисты для себя приезжали, я знаю, портал Тутбай 3-4 года назад, они изучали нашу методологию для себя, считали, тоже брали, регистрировали цену в магазине по нашему принципу, потом перезвешивали на веса. У нас есть на сайте, кстати, веса домашних хозяйств, поукреплено это. И считали, приблизительно за год вышли на нашу же цифру. Поэтому, если при желании, можно попробовать из тех имеющихся данных, попробовать просчитать. Но это довольно-таки сложная и кропотливая работа. Не каждый человек сможет ввести подробные там расходы, регистрировать в одни и те же товары, смотреть, сколько стоит. Ну, наверное, вот так вот. Еще там в раздаточном материале мы приложили расчет, как мы считаем среднюю цену, исходя. Но аналогичный расчет и по индексам цен. То есть, когда происходит у нас взвешивание, то, что я вот у презентации говорил, мы регистрируем, допустим, в городе 7 или 8 цен на товары. Считаем через среднюю и через геометрическую величину, выводим какое-то среднее значение. Затем мы по каждому городу, допустим, мы взяли Витебскую область, у нас наблюдение, там кроме Витебска еще, Оршин, Уапол, Сверхнет-Низ и Глубокая, считаем точно так же по конкретному товару цену. Каждый город, в зависимости от численности, имеет свой удельный вес. Мы перевешиваем, выводим среднюю цену непосредственно по Витебской области. Далее, каждая область имеет свой условный вес, скорректированный на расходы домашних хозяйств, скорректированный на среднедушевое потребление. Численность населения, она скорректирована на среднедушевое. И каждая область еще имеет свой удельный вес. Допустим, в республике Витебская область имеет значение в структуре 0,1162, то есть 1,62%. И так в каждой области город-микс имеется. Когда уже считается изменение цены по товару на уровне республики, то получается изменение цены в каждой области будет еще преизвестно, в зависимости от того, какой удельный вес занимает она в численности населения. Аналогично считается, это последняя цена, аналогичный расчет идет по индексам. И таким образом мы получим по конкретному товару цену. Что касается вопроса, зачем мы публикуем, нашими данными, особенно, в частности, средними ценами пользуются для составления какого-то, допустим, военные считают паек, там сколько идет, либо люди сравнивают цены между странами по определенным товарам, исходя из средних цен. Но сами средние цены между собой, если делить одно на другое за период, нельзя сравнить, потому что в расчете средней цены, там вот на следующей страничке есть табличка, сидят иногда структурные двиги. Если, допустим, когда мы считаем среднюю цену за ноябрь, у нас было 5 позиций. Мы отслеживаем цены как на отечественные, так и на импортные товары. Мы рассчитали среднюю цену, опубликовали ее на сайте. В следующем месяце, когда мы пришли наблюдать цену, выпала цена. А это вот почему мы привели сухие молочные смеси для детского питания, там есть импортные и отечественные. Выпала одна цена, ну, не было отечественные. Импортные, они намного дороже. Когда мы рассчитаем среднюю цену, да, опубликуем, то она получается выше, чем в прошлом месяце. Но на самом деле, когда мы идем сравниваем одинаковые товары, мы, благодаря расчета ИПЦ, выравниваем структуру. И вот этот товар, он выпадает, он заменяется другим. И поэтому средняя цена, как бы, не отражает реальное изменение индекса цен. Поэтому, как бы, делив одно на другое, сравнивать их нельзя. Но для каких-то сравнений между регионами, посмотреть, как меняются цены, посмотреть, как между странами, это вполне можно. Знаете, вот не только в Беларуси, но, пожалуй, даже во всем мире существует такая поговорка, инфляция – это налог на бедных. По моим наблюдениям, чаще всего к этой поговорке прибегают популисты левого толка. А вот скажите, у вас, например, есть расчеты, для кого инфляция получается выше? Для людей с высоким или для людей с низким доходом? Ну, то есть, действительно ли это бьет больнее по бедным, или богатые тоже плачут? Ну, вообще, Белстат отдельно для богатых и бедных не считает инфляцию. Мы считаем инфляцию в среднем. Туда входит как и богатый, и бедный, и средний класс. Ну, вместе с тем мы делаем срез 10% домашних хозяйств с наибольшими доходами, 10% домашних хозяйств с наименьшими доходами. И по ним рассчитываем, как меняется стоимость того потребительского набора товаров, которые они привлекают по сравнению с тем, как меняется в целом инфляция. Мы эти данные публикуем в докладе, и на сайте тоже они есть в докладе. И в приложении мы вам распечатали, чтобы наглядно было видно, сравнить, как оно меняется. Ну, четкой закономерности тут такой нет, но можно сказать, что, естественно, если у людей доходы не очень высокие, то если идет рост, как я уже говорил, на товары повседневного спроса, молоко, крупы, мясо и тому подобное, на которые у них идут большие затраты, то, естественно, они будут реагировать на это больнее. Для них это более, как бы, для кошелька ощутимо идет. Естественно, что, когда сравниваешь структуру расходов, то у 10 наименее обеспеченных преобладает, если посмотреть структуре расходов на непродовольственные товары, то она намного ниже, чем у обеспеченных. Вот, допустим, у 10% семей с низкими доходами в структуре расходов только 26% занимают непродовольственные товары, а у обеспеченных уже 41%. То есть мы видим, что, естественно, если цены растут на продукты питания и на их тратится больше денег, то, естественно, для них это более ощутимо. Вы нам рассказали, как регистраторы собирают информацию об изменении цен. Зашли они в магазин, посмотрели цены на молоко, на хлебушек, на дорогую колбасу. Очевидно же, что, особенно в регионах, может быть, с невысокими доходами, хлебушек с молоком покупают больше, чем дорогую колбасу. Каким образом учитывается этот объем продаж? И, может быть, не проще было бы просто собирать с торговли информацию об объемах продаж и на этой основе считать индекс потребительских цен? Во-первых, при формировании самой выборки тех товаров, которые мы наблюдаем, мы учитываем структуру расходов на приобретение тех или иных товаров, исходя из непосредственных затрат домашних хозяйств. Во-вторых, в товарообороте, когда реализуются товары, они реализуются не только гражданам Республики Беларусь, но и иностранцам. А мы учитываем у себя только резидентов Республики Беларусь. Инфляцию считаем исходя из этого принципа. Что касается получения торговых сетей информации, на этот вопрос я уже когда рассказал, что одна из таких черт регистраторов – это коммуникабельность. Чем точнее они узнают объемы продажи и постоянство товаров у работников торговли, тем более качественный и точный будет расчет индекса. Потому что, кроме как у самих торговых организаций, этих данных нет. В настоящий момент, да, мы прорабатываем вопрос, чтобы получать какие-то данные о ценах от торговых объектов, чтобы как-то, возможно, добавить и использовать. Сейчас вот в мире используют большие данные, чтобы в своих расчетах. Мы эти вопросы прорабатываем, но на сегодняшний момент получить доступ к базам торговых организаций у нас нет возможностей. То есть эти данные не представляются, во-первых. Во-вторых, они все разгрознены. Единого справочника товаров и услуг у нас нет конкретных. С этим пока есть вопросы. Но я думаю, что за этим будет будущее. В любом случае, никуда мы не идем. Информационные технологии развиваются. И, наверное, мы будем какую-то часть, уже даже, может, в скором времени получать все-таки от торговых объектов. Тем самым мы как-то уменьшим нагрузку на своих регистраторов. Но речь тут идет только о цене на дату, какое-то изменение в последующем. О объемах розничной реализации товарооборота. Мы все равно учитываем только раз в год, когда считаем структуру, чтобы избежать изменения тех же самых структурных сдвигов. Нам важно изменение чистой цены за период, желательно за год. А когда мы будем постоянно взвешивать на товарооборот, то у нас будет меняться постоянная структура. Такой показатель в мире рассчитывают, но он идет гораздо позже, через полгода, через год, когда пересчитывают уже в текущую структуру. Его так называют индекс стоимости жизни. То есть, исходя из текущей структуры, у вас поменялось, изменились цены. Раз уж мы упомянули о том, как это делается в остальном мире, подскажите, наши белорусские методы расчета инфляции, они чем-то отличаются от того, как это считается в мире? И сразу еще один вопрос. Наверняка в каждой стране своя корзина товаров и услуг, по которой считается индекс потребительских цен. Может быть, вы можете привести примеры каких-то необычных товаров и услуг, которые входят в эти корзины в других странах? Во всем мире основой расчета индекс потребительских цен является руководство по ИПЦ, как я вначале говорил, которое разработали международные организации для статистических органов. Все принципы и подходы там оговорены. Они, в принципе, уже, исходя из многолетнего опыта всех стран, объединены вместе и выработаны лучшие подходы. Республика Беларусь, как и все развитые страны, считает по тем же самым подходам. То есть, в принципе, одинаковые. У нас в основе лежит обследование домашних хозяйств, исходя из которого мы определяем структуру потребления тех или иных товаров. То есть, это затраты, грубо говоря. Поэтому, естественно, в каждой стране они свои. И поэтому товары, которые в корзине, они разные для стран. Допустим, в некоторых странах там есть конина, кумыс. Для нас это не характерно. Есть в некоторых странах лягушки, устрицы. У нас тоже этого нет. Потому что предпочтения вкусовые, но население разное. И, исходя из этих, мы в статистике берем те данные по тем товарам, по которым есть информация, по которым есть именно данные о расходах, чтобы включить. Поэтому, естественно, если в своих потребительских расходах есть в каждой стране индивидуальные предпочтения, и поэтому, может быть, услуги какие-то есть в странах, которые у нас нет и так далее. Но в любом случае это должно быть официально оценено какими-то показателями. То есть, если есть данные потом, сколько на что тратится, значит, оно будет включено в ВПЦ. Кроме того, некоторые страны, вот у нас мы включаем 0,01%, считаем, что товары в расходах домашней хозяйства достаточны для того, чтобы включить ВПЦ. Есть страны такие, как США, Америка, они считают, что им одной десятой достаточно. То есть, не стоят те затраты на расчет индекса, которые произведут, чтобы увеличить точность, они превысят намного, чем сама одна-две десятая точность в расчете, которая даст. То есть, экономический эффект невыгодный для них. Но мы, как и страны Евросоюза, берем одну сотую расходов домашней хозяйства. Поэтому, в принципе, принципы одинаковые, везде одинаковые.